Здравствуйте, дорогие друзья! Мне пишут, что я тут в прямом эфире. Надеюсь, вы тоже в прямом эфире. И вы сейчас ко мне начнёте подключаться. Вот я вижу, началось подключение. Надеюсь, меня хорошо слышно и видно. Поэтому будет прекрасно, если кто-то мне про это скажет. Буду искренне благодарен. Сегодня у нас с вами праздничный эфир. Эфир, который посвящён Дню Мозга. На самом деле эфир будет для меня праздничный, а для вас не знаю как. Вообще, Всемирный День Мозга придумали невропатологи. У них есть соответствующая международная федерация, которая учредила этот День Мозга. И поначалу, честно говоря, когда я в первый раз узнал о такой штуке, я подумал, господи, что это такое. А потом в один прекрасный момент я осознал, что всю свою профессиональную деятельность я занимаюсь именно мозгом. И сегодня я хотел вам рассказать о том, в чём состояли мои занятия. То, что меня часто спрашивают, в общем, что я считаю своей основной деятельностью. И я всегда в этом смысле растерян, потому что я по базовому образованию врач общей практики. У меня специализация по психиатрии и психотерапии. Я телеведущий в прошлом и сейчас, как видите, тоже практически телеведущий. У меня, соответственно, много опыта с точки зрения управления как государственными учреждениями, то, что я руководил Санкт-Петербургским городским психотерапевтическим центром, так и компаниями. У меня книги написаны совершенно на множество разных вещей. От детской психологии и сексуальности, которая приводит к детской психологии, как известно, заканчивая футурологией, книгами о развитии бизнеса и так далее, и так далее. Поэтому вот мозг лучше всего объединяет. И сегодня я хочу вам рассказать про то, насколько это сложная, удивительная вещь, и как я сам открывал для себя эту штуку. Ну, это не секрет. Я решил быть врачом, когда был совсем маленьким, потому что у меня вся семья врачебная. И дедушки, и бабушки, и вообще все на свете, и тети, и дяди. И, соответственно, я решил быть врачом, но хотел быть как дедушка Антон Баднович Занданов, такой выдающийся доктор бурятских кровей, руководил медицинской службой Северного флота в свое время еще в Советском Союзе. Вот. И я хотел быть как дедушка. Мне сказали, что как дедушка нельзя. Вот. Тоже девушка генерал, а ты пока вообще. Вот. Поэтому сказали, выбирай. Вот. И я выбрал заниматься, соответственно, профессией отца. Спросил, какие есть варианты. Вот. Вариантов было много разных. От физиотерапевта, которым бабушка моя была, заканчивая патологоанатомом, который была моя тетя. Были еще урологи, невропатологи и так далее. Ну, вот. Я выбрал отцовскую специальность в 6 лет психиатром. И всю жизнь после этого думал, что я поступлю в медицинскую академию, стану психиатром и дослужусь до генерал-майора медицинской службы. Тогда заведующий кафедрой мог претендовать на соответствующее звание. Ну, такой у меня был жизненный план. И я действительно поступил в Нахимовское училище в 89-м году. И должен сказать, что это было время, когда я впервые встретился с мозгом. У меня есть книжка, она недавно была переиздана, называется «Складка времени». И в ней я рассказываю о состоянии, которое ты испытываешь, оказавшись вот в таких застенках, в таком очень плотном коллективе. Вот. И, соответственно, это такая стресс для детской психики. Я тогда еще был совсем ребенком. Вот. И, в общем, короче говоря, к тому моменту я уже и меня там воспринимали как психолога, советовались со мной. Вот. Хотя, в общем, это достаточно забавно. Но так или иначе, я впервые задумался о том, что такое психическая адаптация. Надо сказать, что после этого мне с психической адаптацией пришлось еще столкнуться в рамках фундаментальных таких исследований. И одна из моих, ну, таких конкурсных работ, это такие научные общества, раньше были для, у нас он назывался «Внос», в городе это называлось, в общем, как-то, в общем, все студенты, когда свои работы, я был победителем как раз по работе по психической адаптации. Но я к этому еще приду. Да. В общем, короче говоря, начались вопросы психической адаптации. В девяносто первом году я поступил в военно-цветскую академию, и с этого момента я уже активно занимался на кафедре психиатрии, где у нас был, так называемые, кружки вот тех самых «Вносов», военно-научного общества слушателей, называлось «В военной среде». Там же стали мои первые научные работы выходить в соответствующих наших этих конференциях вносовских там и так далее. Ну, в общем, как бы то ни было, в этом году 30 лет, как я официально занимаюсь мозгом. Да, и первое мое знакомство действительно было психиатрическое, и психиатрия – это огромная специальность. Я, соответственно, обучался на кафедре и начинал свою деятельность на кафедре психиатрии военно-цветской академии, кафедре «Выдающийся». Ей руководил, например, хорошо всем известный Владимир Михайлович Бехтерев в свое время. Там работали потрясающие совершенно профессора. В частности, вот моим научным руководителем стал Олег Николаевич Кузнецов, под руководством которого я работал сначала. Да, в общем, короче говоря, там началась психиатрия. И психиатрия – это когда вы начинаете смотреть на психических больных, и вам показывают, как что. Меня часто спрашивают, как вот понять, человек сумасшедший или не сумасшедший, я говорю, даже не пытайтесь, потому что для того, чтобы понять сумасшествие, вы должны его много раз видеть, да, и вам должны показывать специалисты. Вот это, это, этот симптом. Потому что в противном случае, если вы будете читать руководство по психиатрии, у вас будет полное ощущение, что вы все эти диагнозы можете у себя обнаружить, ну вот, что, конечно, не так. Ну, на самом деле, психиатров учат как раз показыванием, да, и вот психиатрия – это была первая такая часть моей практики. Здесь же появились, соответственно, адъюнкты кафедры, это аспиранты по гражданскому, вот, которые готовили свои презентации. Я работал, соответственно, с этими научными работниками, одновременно служащими для того, чтобы помочь им в их работе, а для меня это был просто вход в профессию, да, вот, поэтому, например, у меня есть книжки по сексуальности, по психологии пола, они очень популярны, да, наука о сексе и мужчина и женщина, соответственно. И вот мы сейчас, кстати, готовим, у нас будет скоро премьера нашего онлайн-курса «Мужчина и женщина», вот, и у нас был в будущем профессор Ганжа, в тот момент просто адъюнк, который защищал по этому поводу диссертацию, это было очень в новинку вообще для нашей отечественной психиатрии, это такие очень были закрытые тогда, на самом деле, темы, вот, но мне удалось принять участие в исследованиях, которые он проводил, и это был вход мой, например, в науку сексологию, которая напрямую связана с мозгом, вот, и в разных аспектах, потому что оно еще связано в психотерапевтическом аспекте. И тут я должен сказать, что от обучения психиатрии я дальше переходил уже к психотерапевтической практике, меня допустили на отделение работать с пациентами, я тогда использовал, мне было разрешено использовать метод релаксации по Джекобсону, это, кстати, очень эффективная методика, вот, мы ее осваиваем на онлайн-курсе «Шаг за шагом», который как раз посвящен преодолению, как бы, внутренних комплексов, проблем психологических и освоению соответствующих методик. Ну вот, но я туда пробрался-ка на отделение невроза в клинике психиатрии, значит, мой отец запланировал там так называемую интегративную психотерапию, в рамках которой, собственно говоря, он работал, да, и тогда он защищал свою диссертацию докторскую по преморбидным расстройствам, да, то есть, когда еще человеку не рано ставить невротическое расстройство такое, да, с классификацией, но он уже находится на грани срыва. Вот, это, кстати, к вопросу психической адаптации, я про нее скажу чуть позже. Вот, и, соответственно, интегративная психотерапия позволяла использовать разные методы, и я, как бы, на коленке использую, в общем, прикладные какие-то бумазюки, я даже не назову это книгами, это какие-то были пособия, какие-то еще что-то, вот, только первое, что появлялось, это, я напоминаю, был 91-92-93 год, вот, то есть, совершенно просто все это было закрыто, и я изучал все, я читал Фрейда в оригинале, а непосредственно, то есть, я занимался, изучал там психоаналитические концепции, самые разные, вот, особенно значимый из них, конечно, наиболее популярен Юнг, вот, но на самом деле наиболее значимый это концепция Альфреда Адлера, тоже ученика и соратника Фрейда в какой-то момент, потом отступника знаменитого, вот, Вильгельма Райха, более молодого ученика, который создал телесно-ориентированную психотерапию, значит, ну, и, соответственно, вот это психоаналитическое большое направление, при этом практиковал я, и это было максимально эффективно, и это оправдано, потому что действительно самый доказанный способ лечения психических, пограничных психических рас, то есть, когнитивно-поведенческая психотерапия, вот, в ее основе, значит, лежат специалисты, которые изучают мозг с точки зрения привычек, стереотипов и ментальных, вот, формул таких, иррациональных мыслей, да, вот, и, соответственно, тут, кстати, тоже, если говорить про курс шаг за шагом, вы там все это как следует изучите и сможете использовать для того, чтобы улучшить качество своей жизни и справиться с невротическими состояниями, но тогда это был просто действительно опыт такой психотерапевтический, он в значительной степени мной описан в книге «Счастлив по собственному желанию», потому что эту книгу я написал как раз в военной медицинской академии, лежа в параличе перед самым выпуском, буквально накануне, в марте, на шестом курсе я перенес обычный грипп, и у меня произошло редкое очень заболевание, последствия гриппа, называется гиенобаре, значит, по типу ландрии, в общем, да, я могу еще долго там на полстраницы диагноз, вот, который приводит к параличу, связанному с гибелью миелина, в котором прячутся нейронные наши отростки, вот, и из-за этого, соответственно, человек не может двигаться, и, как написано в учебнике по неврологии, обычно пациенты умирают в течение первых двух дней, вот, это связано с параличом дыхательной мускулатуры, вот, но, на счастье, я тогда должен был ехать, соответственно, в клинику, потому что меня ждали мои пациенты, я в клинику приехал, вот, в клинике обнаружил, что я уже не могу самостоятельно помочиться, то есть, соответственно, это такой симптом очень ощутимый, до этого мне просто сказалось, что что-то мне, ноги не слушаются, я в темноте падаю по кораблю, когда ходил там на практике у нас на Балтийском заводе, вот, выяснилось, что зашел к отцу, отец посмотрел, у меня уже не было коленных рефлексов, я дошел до отделения неврологии, клиники неврологии, которой я уже в свое время отучился к этому моменту, вот, неврология тоже очень важная часть мозга, кстати, при гиенобаре не страдает центральная нервная система, поэтому мой мозг был свеж, и когда я там был в реанимации на протяжении месяца, вот, в отличие от большинства моих товарищей по реанимации, которые там с инсультами и прочими всеми делами, были в полном, как бы, таком неразумном состоянии, я, в общем, был, смотрел на работу врачей изнутри, так сказать, реанимации, в полном сознании, вот, но поскольку я больше не мог заниматься научными исследованиями, которые я там делал, потому что невозможно было ходить в библиотеку, вот, парализованную, вот, и я решил, что я напишу, и вот книжка «Счастлив по собственному желанию» это такой супер-мега-бестселлер, почему-то всем очень нравится, но на самом деле эта книга была написана по результатам моей психотерапевтической деятельности на отделении невроза в клинике психиатрии, вот, и если меня здесь вдруг смотрит Катя Смирнова, это моя на тот момент пациентка, вот, которая стала со своим мужем, замечательные филологи, они стали первыми редакторами тогда, учили меня писать более-менее прилично, вот, не знаю, надеюсь, я научился, в любом случае Кате передаю привет, вот, да, короче говоря, там, значит, это было вот направление связанное с психиатрией, с психотерапией, там, и так далее, вот, но плюс к этому, как я уже сказал, была сексология, было очень много психодиагностики, я вообще специализировался изначально по психодиагностике, потому что больше тебе ничего невозможно сделать, когда ты студент, потому что тебя, курсант, тебе серьезные болезни не допускают, хотя, в общем, я стажировался, когда на хирургии, допускали сильно, но на гнойную хирургию, я думаю, что это и стало причиной снижения иммунитета и последующего развития гена Бары. В общем, как бы там ни было, в общем, я занимался психодиагностикой и именно проективными тестами, да, психотерапия, я еще не отметил, что есть гуманистическое направление, вот, психоаналитическое, которое я сначала использовал по глупости, потом, вот, когнитивно-поведенческое, которое очень эффективно, дальше есть гуманистическое направление, там есть множество великих имен, которые вы, безусловно, знаете, там, Роджерс, Роломей, там, и так далее, вот, ну, и в значительной степени к ним примыкают, конечно, нейрофреидисты, неофреидисты, новые такие психоаналитики, типа Фрома, которого вы тоже должны знать, Карен Хорни и так далее. Ну, в общем, как бы там ни было, мы, значит, с Олегом Николаевичем Кузнецовым занимались вот этим гуманистическим направлением, вот, и в этом гуманистическом направлении Олег Николаевич Кузнецов, которого я часто поминаю, мой учитель, он, собственно, готовил вот в космос этих наших первых космонавтов, еще в Зозном городке, еще с Гагарина, Титова, там, и так далее, вот, ныне покойный Олег Николаевич, с большим, я любовью и нежностью к нему относился и отношусь, вот, и, да, Олег Николаевич, собственно, меня, как бы, приучил к гуманистической психотерапии, он лично был знаком с якобы Марино, это знаменитый психотерапевт, создавший одно из направлений арт-терапии, вот, такую психодраму, вот, ну, вообще был энциклопедических знаний человек, и мы с ним занимались библиотерапией, к библии не имеет никакого отношения, библиотерапия с точки зрения книга, да, значит, вот, как использовать художественные произведения в рамках лечения тех или иных, и дальше я это использовал, на самом деле, достаточно активно, потому что с суицидами мне приходилось сталкиваться непосредственно, потому что, там, ребята пытались покончить с собой, и пока я на химском училище учился, и суициденты были у меня, что называется, на руках я вынимал из петли, и из этой, из ванны своего однокурсника, значит, в общем, короче говоря, там, это стрессовая жизнь в армии, вот, и там еще много всяких разных аспектов, вот, которые я тоже изучал, используя, кстати, вот эти проективные методики, и, соответственно, Олег Николаевич меня приучил, вот, это одна из моих первых научных работ в журнале «Вестник психотерапии», она называлась «Гуманистический континиум когнитивно-поведенческой психотерапии», вот. В общем, короче говоря, да, но что важно, что вот Олег Николаевич меня, значит, вот это, тогда засунула в гуманистическую психотерапию своим очарованием научным, и я на этом фоне стал работать над, вы удивитесь, вообще первая моя монография называлась «Психософия», вот, которую потом я переработал, и она превратилась в трехтомник, значит, где я параллельно описывал две штуки, я описывал методологию, да, способ работы сознанием, вот, вот, и второе направление – это развитие личности, вы только не пугайтесь, вот, я про мозг рассказываю, личность тоже есть, как продукт социализации, там я стал изучать, кроме того, какие кризисы личностные переживает человек, и я описал четыре фазы, вот, кризисов, которые люди переживают, могут переживать, если у них, вот, развивается личность, вот, вот, но на самом деле я и процесс формирования личности, то есть, вот, детский период всех детских кризисов и их социализации, тут, соответственно, поскольку я учился на кафедре, кроме кафедры психиатрии, самое главное для меня была, какая кафедра, вот, догадайтесь, трех раз, кафедра физиологии, вот, ее, в нынешнем ее виде основателем был Иван Петрович Павлов, вот, кстати, лекции я свои слушал в том же помещении, в котором снимался знаменитый эпизод из «Собачьего сердца», «Глазик выколел, другой останется», помните, там была такая аудитория, где Шариков после операции пел, танцевал, вот, а Евстигнеев, профессор Преображенский, упал в обморок, вот, в этой аудитории, собственно говоря, и Павлов проводил свои лекции в свое время, и я потом, соответственно, у своих профессоров, в частности, у профессора Шесток, совершенно замечательного, выдающегося физиолога, который создал тогда первый в России курс от нейрона к мозгу, совершенно потрясающий, я часто говорю, что вообще физиология в последние 20 лет это вообще просто не что-то с чем-то, мы открыли новое, и это действительно правда, потому что как раз вот в 90-х годах стал развиваться метод, который такой неинвазивный, да, то есть и до этого мы делали, ну не мы, там, в частности, вот Институт мозга, например, в Петербурге, под руководством Натальи Николаевны Бехтеревой, вот, они активно использовали электроды, которые людям засовывали в мозги, и, соответственно, так исследовали, но в лечебных целях, это, собственно, при эпилеписии такие операции были показаны, пока не было соответствующих препаратов, поэтому параллельно проводились исследования такие, и при нейрохирургических вмешательствах, вот, но неинвазивных, то есть, когда мы не травмируем мозг, эти методы стали развиваться только в 90-х годах, значит, ну, а до нас они дошли еще позже, да, тем более, что, как вы понимаете, интернета не было, и я, вы будете смеяться, Ухтумского заказывал в публичной библиотеке, потому что в нашей не было всех работ этого замечательного нейрофизиолога, потому что школа Павлова спорилась со школой, значит, которую возглавлял, так сказать, Ухтомский, вот, или Ухтомский, вот, но правильно, я его называю Ухтомским, почему? Потому что мне никогда никто никогда не учил, вот, я нашел в библиотеке, что надо это читать, вот, и я потом нашел всего Ухтомского, как я считал, Ухтомского, вот, он работал тогда, не тогда, а это было все дело как раз во времена Павлова, то есть, это было начало 20 века, он работал в в Петербургском университете, вот, и Петербургские университетские студенты и профессора, они, значит, для них это умский и святое, учитель Веденского, там, и так далее, вот, кстати, я недавно, ну, ладно, это я не буду, какие автографы недавно раздобыл, это я вам не буду рассказать, я нейрофизиологию продолжаю, да, в общем, Павлов, а, и, в общем, Ухтомского, да, чтобы читать, нужно было в публичной библиотеке заказывать, что уж говорить о каких-то исследованиях, которые сейчас, в общем, одним кликом можно получить и увидеть, чем люди занимаются во всей планете, изучая мозг, вот, я сейчас пишу, заканчиваю как раз книгу «Машина мышления», где, где, в общем, я использую исследования, которые публикуются в период, когда я пишу эту книгу, вот, и это, конечно, совершенно поразительно, и тогда это было недоступно, вот, ну, в общем, как бы там ни было, да, физиология, да, у Павлова динамический стереотип, теория динамической стереотипии, которая, собственно говоря, лежит в основе вот этой психической адаптации, вот, которой я параллельно занимался с другим моим учителем, Андреем Николаевичем Алёхиным, вот, да, Ухтомский – это доминанта, если кто-то не помнит, в общем, для меня Ухтомский, я не буду, вот, но Ухтомский, его боксник, вот, детская психология – это Выгодский, так вот, собственно говоря, вот, если вы посмотрите, соответственно, мою монографию системной поведенческой психотерапии, то вы увидите, что это три базовых концепта, которые создает, создает Павлов, мой замечательный Иван Петрович, жесткий такой диагноз, старенько, вот, Ухтомский с его доминантой, и динамический стереотип доминанта, и, соответственно, Выгодский со своим знаком, значением, внутренней формой слова, вот этим внутренним содержанием, но это, впрочем, уже потыбня, это философия, философию я тоже активно изучал, очень короче, я написал монографию, закончил в 21 год, вот, еще на пятом курсе военной медицинской академии, и, соответственно, там я изучал тоже, вот, как бы, мне кажется, очень важно, потому что есть еще большое направление, называется когнитивная психология, она тоже занимается мозгом, но она занимается тем, как мозг по большому счету картирует реальность, и какие есть механизмы, вот, собственно говоря, методология, да, это такая эпистемология, наука о знании, но с применением, вот, механики, которая в мозге, в нашем, собственно говоря, работает, почему мы познаем мир так, как мы познаем, ну, соответственно, тут мой любимый Витгенштейн, и с его сомнениями, его носорогом, вот, и очень большой пласт вот такой философии, которая потом переходит в философию сознания, да, которая вот с прагматизма, там, с Джеймса, Спирса, там, и так далее, переходит дальше на философию сознания, ныне это всякие Чалмерсы, Деннеты, Сёрли, там, и так далее, совершенно потрясающая вся вещь, и плюс там лингвистика, да, потому что есть Хомский с его генеративными грамматиками, это работа мозга, да, есть Стивен Пинкер, его, один из его двух великих учеников с его объяснением того, как язык рождается из наших телесных ощущений, вот, и, соответственно, Лаков и Мув, Лаков, значит, с его метафорами, как мы познаем мир, вот этот стори-теллинг, вот, если кто-то здесь из участников параллельно проходит курс у Лили, то, значит, вот, собственно, весь стори-теллинг, он из великого сопротивленца Лаков, который, значит, бросил вызов своему товарищу Хомскому, учителю, который в свое время побил Скиннера, вот, а Скиннер, это, собственно говоря, бихвеоризм западный, который пошел немножко не в ту сторону, и поэтому даже, ну, не по этой, но у нас, в общем, было неправильное толкование Павлова, долгое время оно было, ну, таким, как, слишком, слишком примитивным, на самом деле, Павлов был, конечно, величайшим человеком, с огромным, как бы, силой мысли, и они просто собаки с лампочками, это очень примитивно, вот, он даже Нобелевскую премию получил не изучение, за, как бы сказать, за изучение работы пищеварительного тракта, вот, сердечные деятельности, и так далее, а вовсе не за свои условные рефлексы, в общем, Нобелевский комитет не вручает премии за металлогические открытия, в общем, короче говоря, значит, я вам просто, чтобы вы понимали, да, значит, что такое мозг, да, мозг может сходить с ума, и это очень важно изучать, это, поэтому, если вы изучаете психические расстройства, вы понимаете, собственно говоря, норму, норму можно понять только из психического расстройства, и это первое, второе, значит, есть вот преморбидные состояния, когда человек находится в стрессе, и это эксперименты, в которых я участвовал по адаптации, психической адаптации, как меняется психика, когда нужно адаптироваться к условиям эксперимента, ну, эксперимент, в котором я принимал участие в качестве человека, который за исследование психической адаптации, это как герметизация, это когда людей сажают в отдельную бочку, это называется, у ученых, значит, в которой они находятся, выполняют какие-то задания, и живут там на протяжении 30, 45 или 60 суток, и мы смотрим, собственно говоря, как меняется их физиология, как меняются их психологические реакции, там, и так далее, вот, значит, вот есть это, дальше это может привести, плохая адаптация, может привести к невротическим состояниям, да, то есть мозг переживает срыв, он причем может пережить срыв психотический, да, потому что при изоляции, я потом этим сталкивался, потому что я консультировал первые, так, выпало, вот, что я работал на ТНТ, вот, и там делали мою программу доктор Курпатов, я выступал в качестве консультанта на первых этих вот, реалити-шоу, я вспомнил название, вот, а там тоже герметизация, вот, и тоже всегда есть риск срывов, срыв может быть психотический, да, когда у человека острый психоз возникает, и это очень серьезная штука, вот, и, к сожалению, мы с этим сталкивались, и, соответственно, невротические расстройства, невротические, дальше мы переходим, соответственно, когда они стабилизируются, да, они переходят в расстройства, которые мы описываем с помощью физиологии, и тогда мы это описывали, и выяснилось потом вот эти новые исследования подтвердили, и Павлова они подтвердили, и Ухтамского они подтвердили, и, ну, Выгодского они не могли не подтвердить, в общем, короче говоря, все, что изучалось на физиологии, оно сейчас нашло свое подтверждение, хотя много таких нюансов, про которые мы близко не могли себе представить, вот, но все-таки мы с этим делом справились благополучно, в общем, короче говоря, дальше психотерапия, психотерапия, я вам сказал тоже, здесь важно понимать, в чем важен вообще психоаналитическое направление, или, как он называется, динамическое направление, да, вот, я его осваивал, ориентируясь на профессора Решетникова, тоже выпускникова медицинской академии, основателя психоаналитического института в Петербурге, это был первый такой институт, и Владимир Михайлович, в общем, там потрясающе это все рассказывал, там же работал Лев Щеглов, покойный, замечательный, в общем, короче говоря, мы, психоанализ этим нужен, для того, чтобы понять эти внутренние неосознаваемые причины, вот, психоанализ там просто решил, что делал в сексе, но на самом деле там три аспекта, да, то, что может быть не только связано на сексуальной проблематике растет эта проблема, да, но вот связанный со стрессовыми факторами непосредственно конститут сам сохранит, травмируется, и связанный с социальностью, да, потому что наши социальные интенции, это вот как раз почему важен Адлер, потому что он как раз с Фрейдом по этому поводу и поссорился, потому что у нас есть не сексуальные, а социальные внутренние конфликты неосознаваемые, которые могут привести к появлению симптоматики тех же самых панических атак, про которые меня регулярно спрашивают, поэтому, ну, впрочем, если вы хотите справиться с паническими атаками, очень рекомендую курс как раз шаг за шагом. Значит, короче говоря, вот у нас есть, значит, этот мозг, психоаналитическое когнитивно-поведенческая психотерапия, которая является ключевым, и основная масса моих научных работ, сделанных по психотерапии, как раз делается в этом направлении. Системно-поведенческой психотерапии, я с гордостью могу говорить, что ее, Борис Митриевич Карвасарский, это главный психотерапевт и один из, там, ключевых столпов отечественной психотерапии, который ее развивал, когда еще, в общем, в принципе, ее и не было толком, вот, он ее, он просил меня, чтобы я защищал ее как докторскую диссертацию, но я на тот момент уже сильно был в куче других проектов, и, конечно, была недоакадемическая карьера, которой, на самом деле, я всегда относился очень скептически. В общем, короче говоря, вот это серьезная работа, если из моих слушателей есть кто-то, кто профессионально занимается психотерапией, то вот это актуально. Системно-поведенческая психотерапия и меммонография на психотерапии сейчас переизданы. Вот, есть при этом, значит, вот психосоматика, я же еще параллельно научился на врача, вот, но поскольку учиться, там, знаете, еще психофармакология есть, то есть, сейчас, подождите, я перепутаю все, психо-психо-психо-психо, психо-психо-психо-психосоматик, да, вот, значит, поскольку я обучался в МСК Академии, вот, хотел быть психиатром, а мне нужно все равно изучать гастроэнтерологию, там, пульмонологию, я не знаю, детские болезни, все на свете, вот, и, конечно, ни времени, ни желания, ни сил у меня на это не было, и поэтому я придумал хитрость, и я дальше эту хитрость всегда как лайфхак транслирую, значит, и вы воспользуйтесь, если что, значит, мне надо изучать, там, условно говоря, сердечно-сосудистые заболевания, это у нас кардиология, я не хочу, ну вот, но что делать, она, да, и я ее изучаю, исходя из физиологии, и патофизиологии, это моя вторая такая очень большая любовь, которую я не смог, но теорию стресса, и вот как раз адаптации, то есть это физиологические изменения, потому что есть психическая адаптация, а есть физиологическая, да, потому что мы там мучили, я прошу прощения, животных, крыс, вот, это стрессовый синдром на них вырабатывали, это Ганс Селье, вот, такой великий дяденька, и его автографы, кстати, тоже у меня есть, но не про это, в общем, короче говоря, патофизиология, супердисциплина, если кто-то будет заводникаться, увлекайтесь, там есть чем, в общем, короче говоря, я изучал как бы патологические процессы в кардиологии, гастроэнтерологии и так далее, связанные с работой мозга, потому что, как выясняется, значит, любое наше психосоматическое заболевание, например, гипертоническая болезнь, связана с подавлением эмоций гнева, что самое главное, оно, как правило, возникает у алексотимиков, то есть у людей, и у которых нету ощущения собственных эмоций, гнева в частности, и эксперименты на обезьянах, кстати, в нашем там Сухумском заповеднике, заказники, или как-то проводили эти исследования на приматах, и показали, что если гнев вот это, то будет гипертония, и это у людей точно так же работает, у людей точно так же работает язва, но это уже не наши делали, но тоже делали эксперименты, как показали, как можно выработать язвенную болезнь, впрочем, я это делал на крысах, тоже, в общем, можно ужасом довести животное и до язвенной болезни. И так, используя, как бы вот, подходя к этим дисциплинам с точки зрения той темы, которая для меня важна, все остальное раскрывается в очень больших, очень интересных, и плюс я очень любил разговаривать с пациентами, вот, и даже если они были не психотерапевтические, а просто в клинике тех или иных болезней, вот, и это всегда очень полезно с точки зрения освоения материала, потому что вот тебе человек лежит, рассказывает, у тебя на руках его история болезни, ты прочел соответствующие части учебника по соответствующим болезням, и можешь правильно разговаривать с пациентом, ну, как бы увидеть весь объем болезни, ее сложность, ее проявление, как врач про это думает, так называемая пропедевтика, да, как думает врач, как он опрашивает, как он собирает симптоматику, там, и так далее. Это, в общем, отдельно. И на самом деле, может быть, психотерапевтическим беседам я научился скорее вот с обычными пациентами, вот, потому что до тех еще, еще там с психическими больными сложнее разговаривать, нужно пороги соответствующие пройти. Ну, ладно, короче говоря, мозг, психосоматика, да, день мозга, неврологи придумали, у неврологов вообще своя история, да, вот, я, поскольку сам неврологически больной, да, и там, в сумме практически, ну, из двух лет, где-то год, я точно был в госпиталях, в госпиталях, своим параличом, я, конечно, посмотрел, ну, то есть, я кроме того, что изучил неврологию, как обычный студент, слушатель в МЦСК Академии, я ее, конечно, посмотрел всю изнутри, как себя ведут эти больные, я лежал в палате, у меня лежали одновременно человек с там, с раком мозга, с атрофией коры мозга, с болезнью Бехтерева, с интоксикационными параличами, там, и так далее, ну, то есть, я с эпилепсией, там, устраивали нам эти, представления, светопредставления, и так далее, реанимация лежала со всеми возможными заболеваниями, вот, да, в общем, короче говоря, вот это неврология, это мозг, вот это, они придумали этот праздник, которому посвящен сегодняшний эфир, значит, психиатрия, психотерапия, это мозг, психическая адаптация, это мозг, кстати, это очень важно с точки зрения того, что мы регулярно с вами переживаем разные кризисы, адаптации, у меня есть, например, книжка, как пережить развод, и я ее рассказываю как человек, который специализируется как раз на процессе адаптации к непривычным условиям существования, а это, собственно говоря, непривычные условия существования, ну, очень специфические, конечно, но неважно, да, значит, короче говоря, есть психосоматика, да, есть психофармакология, это очень важно, потому что на момент, когда я вообще изучал психофармакологию, к сожалению, там про нее очень мало чего мы понимали, сейчас просто биохимия мозга, это просто вообще, я все время говорю, мы переживем три, значит, революции, одну мы сейчас переживаем в нейрофизиологии, она связана как раз с способностью принимать и понимать, значит, живой работающий мозг с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии и других методов, кроме этого, значит, это вот революция биохимическая, она уже просто идет полным ходом, и третья революция, которая изменит основу наше представление о мире, вот, они связаны вот с этими глобальными большими проектами по созданию коннектома, пока не очень понятно, как мы дальше с этим делом справимся, потому что мозг очень индивидуален, ну, то есть, вот он как вот как эти отпечатки ваших пальцев, вот, его связи все индивидуальные, там, речевые центры даже у 5% правшей находятся в другом полушарии, значит, ну, и куча других, ну, то есть, мужские мозги, женские мозги, так нельзя говорить, на самом деле есть средние особенности мужского мозга, женского мозга, там, и так далее, которые нужно принимать в расчет, вот, да, короче говоря, мозг очень индивидуален, но все-таки третья революция, я помню еще, что я говорю про это, это коннектомика, это восстановка всех связей мозга, я не думаю, что с помощью этого можно будет пересадить сознание на сервера, я думаю, что это большая ошибка, вот, но при этом, конечно, способность видеть все связи мозга, она будет очень важной для нас, как мы сейчас видим каждый ген, так мы будем видеть взаимодействие нейронов мозги, вот, сейчас уже известно, что есть, ну, их там, миллиарды нейронов, но есть, которых ограниченное количество, но которые очень важны, и если вы в такой нейрон попадете, и сможете регулировать его деятельность, а это можно будет сделать с помощью нано-роботов, которые будут запускаться и сигналить там, условно говоря, соответствующему нейрону, привет, привет, давай, возбуждайся, или наоборот, это, но это может лечить кучу всяких разных болезней, вот, и вообще просто как-то стимулировать нашу интеллектуальную деятельность, что, что нужно, да, в общем, короче говоря, вот она медицина, с точки зрения психотерапии, психиатрии, неврологии, психосоматика, значит, психофармакология, это вот мозг, как бы, с врачебной точки зрения, но этот мозг еще живет в пространстве, в пространстве жизни, в пространстве дискурсов, в пространстве культуры, да, значит, и я помню, как в 93-м, что ли, году совершенно потрясающую лекцию профессора Александровского, выдающегося нашего исследователя, с которым мы потом дружились, и у меня к нему теплые отношения человеческие, он создал теорию, так, есть, знаете, социальный стресс, ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, это то, что мы лечили, когда пациентов, это чеченские живые нашли, и мы, вот, собственно говоря, помогали ребятам, которые после, посттравматическим стрессовым расстройствами, значит, профессор Александров, социальные стрессовые расстройства, и это вообще совершенно другое измерение, да, он обратил наше внимание, что нам приходит, пришлось в 91-м году переезжать из одной стороны в другую, и что такое психическая адаптация, когда изменяются ценности, приоритеты, там, и так далее, вот, и это было основой того, почему я занимался очень много дискурсами, да, дискурсы, это Барт, Фуко, это французская философия, это Делес, там, и так далее, вот, которые позволяют описывать, что происходит, условно говоря, с массовым созданием, а с другой стороны, поскольку я действительно наблюдал, когда мне говорят, что был опровергнут, опровергнут Стэнфордский эксперимент Зимбардо, я все время смеюсь, потому что я был свидетелем, ну, если не десятка, то ощутимого количества таких Стэнфордских экспериментов, когда, это, ну, грубо говоря, дедовщина, когда в вооруженных силах хорошие люди под воздействием обстоятельств превращаются в изуверов, вот, а потом возвращаются к нормальной жизни, то есть они способны к насилию разного рода, причем, вот, а потом они, как бы, нормальные цивилизованные люди ходят, вот, и это аспекты, так называемые, это фундаментальная ошибка атрибуции, когда мы думаем, что поведение людей обуславливается ценностями, а оно, на самом деле, обуславливается средой, но изменение ценностей тоже очень существенная трансформация, компонер, вот, всем ребятам пример, понимаете, комсомолец, я успел вступить в комсомол, понимаете, я старый, как, 30 лет изучений мозга, вот, все, кто 30 лет изучает, точно был комсомольцами, вот, да, ну, я сейчас отвлекаюсь опять, значит, короче говоря, это были, соответственно, что-то, мне комсомольцы меня заняли, да, трансформация социальная, да, и это социальная психология, это вообще огромная, суперинтересная наука, если кто-то, и социальное взаимодействие и так далее, и у нас вот есть курс «Красная таблетка» онлайн, да, есть книжка «Красная таблетка» онлайн, она, без онлайна, она книжка, вот, и там мы рассматриваем, как раз вот кроме там базовых потребностей там и так далее, мы рассматриваем, кстати, и весь эти социальные факторы, как мозг структурирует для себя социальную реальность, мне кажется, что это чрезвычайно важно понимать с точки зрения, потому что мы-то, я вам говорил про развитие личности и формирование, формирование – это результат социализации, воздействия определенных социальных практик на ребенка с формированием определенной психической структуры, которая как-то дальше функционирует, и воздействие на эту структуру, во-первых, очень важно, как сформировалось, я про это не сказал, но у нас вот онлайн-курс есть же про детей, есть книжка «Счастливый ребенок», а мы сделали онлайн-курс «Счастливые родители», там практические кейсы, фактические люди, которые со своими детьми, со своими проблемами, и я рассказываю и теорию, и даю все задания, как с детьми справляться, и помогать им, так сказать, формироваться, как самим справляться, чтобы истерики детские не доводили тебя до конгульсии, как избежать этого и так далее. Вот, это все рассказывается на курсе «Счастливые родители». Вот, да, значит, короче говоря, я возвращаюсь к формированию, да, социальному поведению, социальной трансформации, и это как раз вот очень важно понимать, потому что, как выяснилось, и это выяснилось совсем недавно, вот, и я с гордостью сообщаю, что когда я это описывал в чертогах разума, это еще мало, где было там много гипотез, вот, в своей книге «Чертоги разума», но сейчас вот исследования 18-го года, 19-го года, 20-го года, они как раз эти мои гипотезы подтверждают, и о том, как формируется наше мышление, и как оно связано с социальностью, и, соответственно, вот эти факт-карты, про которые я рассказываю, и курс, онлайн-курс, про факт-карты я делал, вот они, соответственно, вот из этого социального, как бы, опыта, практик, формируют наше мышление, определяют его в значительной степени, и, соответственно, разгадав эти ключи, понимая, как на неосознанном уровне происходит интеллектуальный процесс, вы можете существенно улучшать качество своих решений, поэтому курс по факт-картам специально для умения собирать вот сложные интеллектуальные объекты, вот, ну, это в значительной степени результ, почему я справился с, там, предсказанием каких-то вещей в чертогах, потому что я занимался перед этим методологией мышления, в общем, методология мышления это организация сложных систем, значит, вообще системы бывают закрытыми и открытыми, вот, собственно, моя первая монография, которая была в 95-м году написана, когда мне был 21 год, она как раз посвящена методологии открытых и закрытых систем, но потом я там показал, что закрытые системы не существуют, они только существуют в вашем воображении, вот, а все системы открыты, и, соответственно, вот, методология мышления это способ сборки открытых систем. Что такое открытая система? Это система, в которой можно, в которой нету предопределенности, да, вот, и наш мозг это такая система, наша личность, вот, это тот продукт социализации, который мы делаем, который потом может трансформироваться, да, в рамках кризисов или в рамках экзистенциальных кризисов, когда мы переживаем вот эти внутренние трансформации, эти экзистенциальные кризисы как раз гуманистические психотерапевты описывают, а у меня там в третьем томе, называется, третий том «Индивидуальные отношения», да, вот «Теория практики эмпатии», я там, собственно говоря, описываю эту всю историю. Ну, очень, короче говоря, вот «Красная таблетка онлайн», она дает представление о мозге с точки зрения базового устройства, с точки зрения того, что вам нужно понимать про мозг и про его поведение в социальном мире, вот, а «Факт-карта» это как раз курс, который дает понимание того, как собирать модели реальности и как добиваться, соответственно, в этом смысле результата. Значит, ну, про что я еще хотел вам рассказать? Да, и, соответственно, дальше я занимался всяким разным массовым исследованием, да, потому что, когда я руководил «Красным квадратом» и, ну, потом, уже после перерыва я сделал кластер после «Квадрата» и теперь работающим в лаборатории нейронаук в Сбербанке. Значит, для меня очень интересное исследование массового поведения на больших данных. Вот, на телевидении эти большие данные заключались в данных телесмотрения, да, которые позволяют очень четко определять, на что и как реагирует аудитория, да, и эти исследования, ну, на мой взгляд, существенно позволили мне, я же тогда написал вот как раз книжку «Складка времени», еще у меня там была книжка, я собираюсь чуть-чуть переписать, переделать, будет называться «Субъекты желания», но сейчас пока это, но она выходила в издательстве ОГИ, вот, там, соответственно, про дискурсы, про структурирование реальности, вот, и про то, как это все дело меняется, вот, это все дело дикоактуально. Ну, в общем, короче говоря, мне кажется, что это очень, что вот, да, и сейчас, значит, это именно про мозг, да, вот, потому что вы можете, кстати, посмотреть замечательное, сейчас книга есть Алекса Пентлинда, он основатель вот направления, которое называется «Социальная физика», вот, когда он на больших данных показывает, как диффундирует, так сказать, поведение людей, как происходит заражение идеями, какие есть стратегии, которые, как бы, позволяют преодолеть тот, тот эхоэффект, который возникает, когда мы с вами находимся, вы же не задумываетесь, что вы подписаны даже вот в Инстаграме на определенных людей, которые там друг с другом сетью связаны, и есть параллельные реальности, в которых существуют совершенно другие люди, другой Инстаграм, там, другой контент, другие медийные персонажи, опиньон-мейкер, другая стилистика и прочее, прочее, вы просто не знаете, потому что вы находитесь в рамках своей эхо-камеры, то есть, внутри тех подписок, которые на самом деле друг на друга подписаны, и это ну, как бы, крайне интересная и важная вещь, и вот, я просто рассказываю, что мы начинаем мы с нейрона, да, мозги, которым анатомия, я забыл, вообще, первая дисциплина, это нашинкованный, Марина Владимировна Твардовская, моя замечательная, была моим научным руководителем, значит, профессор Гайворонский, тогда еще совсем молодой профессор, пришел руководить кафедрой анатомии, вот, и, значит, сейчас, ну, как сказать, величина замечательная, я просто хотел рассказать про анатомические выставки, но я понял, что я не справлюсь, которые, значит, Гайворонский сейчас делает, но, в общем, неважно, короче говоря, есть вот мост, ткань, есть физиология мозга, есть патофизиология мозга, есть психиатрия мозга, есть психотерапия мозга, есть неврология мозга, есть психофармакология мозга, есть теперь коннектомика мозга, да, есть к этому когнитивная психология с ее схемами, лингвистиками, принятием решений, там, и так далее, и плюс есть вектор социальной психологии, значит, вот социальной психологии малых групп, да, про которые я рассказываю, как говорю, про психическую адаптацию, социальная психология больших масс, трансформации дискурсов, которые происходят, значит, которые меняют наше сознание, и влияют, так сказать, на жизнь людей, есть детская психология, растущего мозга, это вообще отдельная просто вселенная, планета, и мы на этом на счастливых родителям рассказываем, ну, и, соответственно, еще я сейчас вспомнил, что я всем опустил период, когда я работал в клинике неврозов имени академика Павлова, на кризисном отделении, когда там, собственно говоря, все основные мои книжки психотерапевтические были вдохновлены и написаны практически не отрываясь от производства, именно в клинике неврозов имени Павлова, когда я работал, когда возглавлял Санкт-Петербургский городской психотерапевтический центр, вот, да, и там же я же организовал клинические павловские чтения, которые там до сих пор продолжаются, вот, на которые невозможно было попасть, мы в актовом зале выставляли стулья, люди садились, и после этого мы в проход еще ставили стулья для того, чтобы все могли посидеть и увидеть разбор пациента, а у нас собирался весь цвет, тогда сейчас многие ушедшие, к сожалению, там, Петр Гаврилов Сметанников, человек, который психиатр, органические расстройства мозга, органические теории совершенно были потрясающие, значит, там же я познакомился, кстати, с человеком, который видел Ивана Петровича Павлова, уже мало времени, если останется время, под конец вам расскажу эту замечательную историю, да, значит, Юрий Михайлович Губачев, основатель отечественной семейной медицины и специалисту высшего класса по психосоматике, вот, то есть, я могу сейчас вспоминать, конечно, Лев Маркович Вейкерс, который, значит, основатель вообще вот этой системной работы с психическими процессами, сквозными психическими процессами, чьи совершенно гениальные догадки сейчас блистательным образом подтверждаются, и он рецензировал, к сожалению, умер, прямо мы с ним созванивались, он работал в в университете, в Вашингтонском университете тогда, он эмигрировал из Советского Союза, и да, и он рецензировал как раз мою книгу «Философия и психология», вот эта психософия тогда переработанная, вот, что я еще хотел, да, в общем, короче, социальные, и вот эти огромные социальные, и это тоже мозг, потому что это вот как я в машине мышления привожу пример, что наш мозг, каждый нейрончик, это как муравей, который выполняет определенный набор задач, они вот так коммуницируют, и ощущение, каждый муравей какая-то глупость, а все вместе создают просто невероятные структуры и знания, и мы же тоже так же создаем социальные эти пространства, поэтому мне так актуально будущее, да, потому что я понимаю, что его будут создавать эти человеческие массы, эти разделившиеся миры, да, это крайне актуальная сейчас тема, да, потому что мы, по сути дела, начинаем получать огромную новую реальность, американскую, она специфическая, она с Black Lives Matter и так далее, европейскую, она со своей консервативным взглядом, но гуманистическим подходом, Китай, который скоро всех победит, значит, отпраздновал столетие, понимаете, коммунистической партии, и это Китай, и поверьте, это столетие, в общем, войдет, так сказать, в аналог, вот, совсем другое, способом социального контроля, социальными рейтингами, другим системой управления, другой мотивацией, там, и так далее, есть арабский мир, есть мусульманский мир, это тоже разные, есть Россия со своими особенностями, так сказать, и это все игроки, в которых, и это большие социальные процессы, в которых происходит черт знает что, опять же, те же социальные сети, их трансформации, преобразования, и прочее, и прочее, вот, Инстаграм, получая, появляя, теперь превращается в ТикТок, потому что принуждали Китай продать ТикТок на американском рынке, его не продали, дальше, соответственно, не смогли продать, в общем, сейчас Инстаграм превратится тоже в ТикТок, в общем, а это особенности тоже, восприятие, это когнитивная психология, когнитивная психология, это опять же мозг, в общем, короче говоря, что бы мы делали, мы постоянно будем крутиться вокруг этого мозга, потому что наша с вами жизнь, и дети, которые, значит, и я не сказал про два наших новых курса, это мозг и бизнес, и векторное кольцо, это два курса, которые я делаю, как человек, который сам был генеральным директором, представителем совета директоров, крупной компании, который занимается мозгом, и, собственно говоря, занимался мозгом, и поэтому, собственно, считаю, что можно преуспеть, соответственно, в бизнесе, если вы знаете соответствующие механики, а векторное кольцо, оно вообще полезно для всех, хотя сделано на бизнесе, это способ сборки интеллектуальных объектов, с учетом трех способов думать, и это вообще просто очень серьезный и большой продукт, мы его готовили больше года, редко, когда онлайн-проекты столько делаются, но это действительно с точки зрения помощи бизнеса очень эффективная вещь. Вот, в общем, короче говоря, все я вам рассказал про, вообще, я по голубым, про Европу, я не рассказал кучу всего интересного, из чего еще можно было бы рассказывать, но надо потихоньку закругляться, и я вам в конце обещал, я вообще думал закончить фразой про мозг, в свое время, это же Бора, по-моему, цитата, который сказал, что если вы изучаете квантовую механику, и решили, что вам какой-то момент показалось, что вы что-то поняли, вы точно ничего не поняли, вот, потому что это очень сложная вещь, наш мозг не был предназначен для освоения микромира, в котором действуют совершенно свои законы, закономерности, очень специфические, парадоксальные, да, и тот же принцип дополнительности Бора, или принцип неопределенности Гизенберга, это как следует показывают. Мозг ровно такая же штука, мы не были созданы с вами для того, чтобы изучать свой собственный мозг, посмотрите на собственные глаза, они направлены вовне из мозга, вот, они не направлены внутрь, и поэтому освоение мозга такая сложная задача, но с другой стороны, как шутит Майкл Газаненко, как хорошо ядерным физикам, вот, потому что, по крайней мере, каждый прохожий не уверен, что он в этом разбирается, вот, все думают, что они разбираются в психологии, но поверьте, для этого надо разбираться в мозге, а это очень сложно, и любой вам специалист скажет, как это сложно, невероятно, но при этом очень и очень интересно, вот, поэтому я приглашаю вас на наши проекты, они все в основе своих мозг, ну вот, но по-разному, для разных целей, для мужчин и женщин, для детей, для тех, кто хочет разобраться в мозге, для тех, кто хочет справиться со своими психологическими проблемами, для бизнеса, для руководителей, вот, и в конце расскажу историю замечательного человека, который видел Павлова и общался с ним, я посмотрел, ну, ему на лет, на год, было лет 70, это было в 2000-х, и он говорит, я видел Павлова, я думаю, господи, как такое может быть, в моей голове перестало складываться, Павлов умер в 36-м, если мне не изменяет память, и как он мог видеть, общаться, вот, и выяснилось, что этот человек жил в Колтушах, где строился вот институт мозга Павловский, вот, и он был ребенком, и Павлов ездил туда на черном лимузине, в таком машине, вот, а дети тогда там вообще не видели еще автомобилей, вот, еще вживую, это было сразу после революции, вот, и они построили такую снежную баррикаду перед автомобилем, чтобы его остановить в один из дней, вот, и разглядеть, потому что они не могли его увидеть, вот, и, значит, машина Павлова остановилась, он вышел из этого автомобиля, посмотрел, значит, на это безобразие, которое преградило дорогу, вот, подозвал детей и сказал им, дорогие дети, мы здесь занимаемся очень важным делом, поэтому не мешайте, в общем, совместными усилиями разобрали эту снежную штуку, и Павлов в освоясь и уехал в последующем уже в институте, в этом, в Колтушевском, еще была одна встреча этого очевидца Ивана Петровича, и вот, и большое счастье, я сейчас вспоминал своих учителей, большое счастье, что у нас есть возможность ну, вот, эту историю изучения мозга, понимания мозга, вот, великих людей, которые это делали, как-то в этот день вспоминать, вот, потому что, может, их так в другие дни особенно вспоминать не будут, а тут есть праздник мозга, и их надо вспоминать, потому что мы стоим на плечах этих гигантов, вот, предлагаю вам воспользоваться знаниями, всем, что они сделали, спасибо вам за, я вижу сердечки, вижу всякие спасибо и прочее, вот, очень я вам признателен за то, что вы меня выслушали, вот, надеюсь, что-то было для этого интересно, но сегодня праздничный эфир, могу позволить себе говорить, что заблагорассуется, в конце концов, это мой праздник, в этом году я 30 лет официально занимаюсь изучением мозга, ну, вот, так что и вас тоже с праздником, обнимаю, всего самого доброго, до новых встреч, пока-пока, так, я как-то дома закончу сюда, ну, все.